Владимир Иванович каждый год 15 февраля встает не позже 4 часов утра. Впереди у него очень непростой день. День, когда вспоминают окончание Афганской войны. Ныне известный ученый-неюрохирург в Афганистане в конце 80-х был в составе рота медицинского усиления. Спрашивают меня часто, страшно было? Если кто-то скажет, что на войне не страшно, никогда не верьте. А опасностей нас подстерегали на каждом шагу. В 88-м году меня Министерство здравоохранения СССР направило в Афганистан. Не в советский госпиталь, а в госпиталь Министерства обороны Республики Афганистан. В 1979 году по просьбе руководства Афганистана советские войска были переброшены на территорию республики согласно договору о дружбе и добрососедству. Военный конфликт растянулся на долгие 9 лет. За эти годы погибло более 15 тысяч советских ребят. Вопрос, стоило ли оно того, до сих пор мучает участников афганской войны. Я считаю, что правильно сделали, что вошли. Может, еще было более... Мы гуманно проводили себя, гуманно делали. Американцы совсем по-другому вели себя. История показала, что надо. Люди много сомневались, конечно, в этом. Были разные вещи. Но, учитывая настоящее время, действительно, мы убеждаемся в этом, что лезут, видите, вот эти ИГИЛ, то же самое, который сейчас лезет. А мы же то первые там были. И это все оттуда шло. Каждую годовщину вывода советских войск из Афганистана в Севастополе проводят панихиду в усыпальнице Владимирского собора. К вечному огню мемориалы героической обороны Севастополя возлагают цветы, а в сквере воинов-интернационалистов собираются на митинг. Это праздник. Почему? Потому что с этой даты закончилась гибель наших боевых друзей. Это, наверное, самое главное в этот день. Мы не можем забыть тех людей, тех наших товарищей, которые не вернулись с войны. Поэтому, конечно, это и с другой стороны, и немножко траурный день. В обширном списке погибших есть имена севастопольцев. Тогда домой не вернулось 15 ребят. Ежегодно ветераны посещают их семьи. А на митинге память всех погибших чтут минутой молчания. Все ветераны – это люди, которые прошли объявленные, не объявленные войны. Это достойные, надежные люди. Люди, закаленные люди с принципами. Люди, которые знают, что такое защищать свою родину. Даже в 2014 году во время событий одни из первых, кто и поднялись, и одни из первых, кто приехали с других территорий. Это были кто? Войны афганцы. В последние годы государство стало больше заботиться о ветеранах, отмечая члены организации «Боевое братство». Награды находят своих героев. Многие участники боевых действий получили квартиры. А на проводимых школах в уроках мужества всегда рады ветеранам-афганцам. А это значит, что люди помнят героизм советского солдата, и его подвиг никогда не будет забыт. Александр Тимофеев, Михаил Волобуев, информационный канал «Севастополя». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!